Повторяйте с церкви впервые. Вот, это как не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Я хочу поговорить о некоторых видах погружения в Дух Святой или проявления погружения в Дух Святой, а также как ожидать этого, как искать этого. Или, ну, дословно это звучит, как привлекать Дух Святой. Все ли здесь крещены Духом Святым? Нет? Нет. Кто-то не крещен. Смотрите, говорение на языках – это одно из проявлений, но даже без говорения вы можете испытывать Дух Святой. Ты вообще чувствуешь, что ты не крещена, да? Давайте пойдем в книгу Деяний. Первая глава. И мы помним, что Иешуа говорит, что «для вас лучшее», он даже говорит с английского, там «самое лучшее», чтобы я ушел, чтобы Дух Святой пришел. Можете себе представить, это на самом деле лучше, чем иметь с собой вот тут, вот физически Иисуса здесь на земле. Он это сказал, не я это говорю. Может быть, это тяжело понять и осознать. Но представьте, вот Иисус здесь, на земле, и Он в Иерусалиме. Все бы вскочили на самолет и просто летели бы в Израиль. Я думаю, что очередь в Иерусалим занимала километры и километры, чтобы машины выстроились, войти в этот город, въехать. Я думаю, что мы ждали часами, часами, если не днями, чтобы поговорить с Ним. А мы имеем Его, живущим внутри нас. Тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет в вас. Ни другой Дух. Ни другая сила. Та же самая. Вот, что делает Дух Святой для нас. Первое. Мы будем способны сделать то же, что делал Иисус. Также Дух Святой выступает в роли нашего адвоката. Это греческое слово параклитос. Оно означает также, что Он помощник. Он тот, кто идет рядом с тобой, рука об руку. Он большой. Он может быть моей опорой. Он может быть моим помощником, тот, с кем я могу идти рука об руку. Он утешитель. Но также Он представляет все наши дела перед главным судьей. Вот что означает адвокат. А также Он ходатай. И Он делает так, чтобы все работало нам во благо. Другая характеристика. Другая характеристика. Обличительная сила. Он обличит мир во грехе, в непринятии Бога и будет судить. Это не наша работа, обличать людей. Это его работа. Слышали когда-либо о Смите в Вигглсворте? Некоторые из вас? Да. Есть история о том, как он сидел, управлял на коне, и тележка была. Много часов он ехал так. И на этой повозке были другие путешественники еще. И он говорил, что хотел бы я сказать им слово о Христе. Но вот эти другие пассажиры на этой повозке, их было пять или шесть человек, они так много друг с другом говорили, что он не мог даже вставить несколько слов. И после нескольких часов езды, а у них несколько часов разговора было, они сделали остановку, привал, и он вышел с повозки. И он продолжал молиться и говорил, Господь, да покажи же мне путь, как я могу вставить хоть два слова о Тебе. И когда он снова взобрался на повозку, все уже снова там были и снова разговаривали друг с другом. И мгновенно один человек остановился. И он посмотрел на Смита Вигглсворта. И он сказал, слушай, мужик, кто ты такой? Ты обличаешь меня в моих грехах. И все в повозке спаслись. Он не сказал ни слова. Есть еще одна великая история о величайшем евангелисте в Штатах. Его звали Чарльз Финни. Финни, его тоже в книге «12 генералов» можете почитать. Он переезжал с места на место, путешествовал. И везде начинались пробуждения. Он был великим мужем молитвы. И однажды он захотел поделиться евангелием на заводе, на фабрике какой-то. И он хотел, у него была идея зайти на фабрику, найти хозяина и с ним сначала поговорить. И когда он вошел в эту фабрику или завод, он начал двигаться по направлению к офисным комнатам, там, где управляющие были. И он заметил, что люди начинают плакать вокруг. И плакать, и завывать даже. И до того, как он еще дошел до комнаты главного управляющего, все перестали работать. Люди валялись по полу, плача и взывая. И взывая, потому что была обличительная сила Духа Святого. Ему не надо было даже просить этого разрешения у хозяина в фабрике, потому что вся фабрика уже была потрясена. Но он все же зашел и спросил, может ли он проповедовать Евангелие. И многие там покаялись. Обличительная сила самого Духа Святого. Она приводит людей к Господу. Также следующая характеристика Духа Святого, он наш учитель. В Иоанна 14, 26, it says that he will teach us and remind us of everything that Jesus said. В Иоанна 14, 26, говорит также, Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам всем, что я говорил вам. Иоанна 14, 26. И в Иоанна 16, he says he will lead us into all truth. И в Иоанна 16, там написано, что он направит нас на всякую истину. И также он может говорить нам о нашем будущем. Хотите знать истину? Вы должны спрашивать об этом Духа Святого. Вам даже не надо всякий раз по всякому вопросу бежать к пастырю, лидеру или кому-то главному. Потому что уже Самый Великий Учитель есть внутри вас. И если мы будем ожидать от Него, Он явит Свою истину нам. Иисус говорит, Иисус говорит, Всякий, кто имеет уши да слышит, должен не просто слышать, но понимать, что Дух говорит. Что по поводу научить нас о будущем? Он будет учить нас о нашем будущем. Он будет давать нам видение для нашей жизни. Он будет говорить нам то, что мы будем делать. Он также будет давать нам понять, какое время сейчас в мире. Распознавать времена и сроки. Будет давать откровение о том, что происходит вокруг. Так же Дух Святой, Он свидетельствует о Иисусе, о Христе. И в принципе, Его, одна из главных целей направления Его работы, это свидетельствовать или учить нас о самом Христе. Также Он будет вести нас и направлять в волю Божью. Он этот тихий голос, который все еще говорит направо или налево, подсказывает. И римлянам 8 глава 14 стих говорит нам, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». То есть Он будет водить нас, направлять. Римлянам 8, 14. И когда мы в ежедневной жизни учимся быть водимыми Духом Божьим, это один из знаков вашей зрелости, одно из знамений. И слово, которое здесь используется, «сыны Божьи», это не описание ребенка маленького в пеленках, или малыша, или подростка. Здесь имеется в виду «сыны», как «зрелые мужи». Может быть, Дух Святой вам будет говорить, «Я хочу, чтобы ты сегодня по другой дороге пошел в школу, в библейскую». Послушаетесь вы Его, или вы скажете, «Да ну, это безумие». Он несколько раз спасал мою жизнь. Однажды я ехал за рулем, и Внезапно Дух Святой начал будоражить меня и говорить, «Я хочу, чтобы ты остановил автомобиль». Я вообще не понимал, для чего. Никакой причины не видел. И у меня было тяжело сказать, «Ладно, хорошо». И поэтому я не сразу остановился, но чем дальше я ехал, тем громче этот голос внутри был, «Останови машину». Я хотел бы увидеть реакцию людей, которые бы меня окружали в тот момент. И я выглядел очень странно, оглядываясь по сторонам, пытаясь понять причину, я пытался притормозить. Это было поздно вечером. И как только я остановился на стоянке, на остановке, прямо перед машиной, в том направлении, где я бы был, вот как бы я ехал, если бы не остановился, на том перекрестке пронеслась машина прямо в ту же секунду, сбила бы меня на раз. Без знаков, без света, без включенных фар машина просто пронеслась. Другой раз я тоже был за рулем и молился в Духе. И я услышал, как Дух Святой сказал, «Поверни». После моего первого случая, когда я пререкался, я решил лучше остановиться. И я начал подъезжать к небольшой парковке. И прямо напротив меня, навстречу мне, летел другой автомобиль. И он летел так быстро, что потерял управление, и его начало крутить и носить машину. Я не остановился, но я уже был, сменил траекторию и уже заезжал на стоянку. И он просто вот так несколько сантиметров разошелся с моей машиной. Мы должны быть Вадимы Духом Святым. Но может быть, он изменит вашу траекторию пути в школу, просто чтобы послать кого-то вам на пути, за кого вы могли бы помолиться. Чтобы вы могли истину сказать людям. Аминь. Аминь. Также, Дух Святой будет давать вам новые желания. Галатам 5.17 Галатам 5.17 говорит, «Ибо плод желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Также, следующее, Дух Святой будет производить добрые плоды в нашей жизни. Любовь, радость, терпение, благость, верность, самообладание и все перечисленные дары, плоды Духа Святого. Это также происходит от того, что мы позволяем быть вводимыми Духом Святым. Aren't you glad that he didn't say it's this step and then this step and then this step? Скажите, вы рады, что он не говорит вам жестко и четко, вот нужен один шаг, второй, третий, четвертый? Он просто говорит, слушайте мой голос. Также Дух Святой даст нам духовные дары для укрепления тела Божьего и для того, чтобы оно функционировало и росло. Мы вернемся к этому моменту позже, если у нас останется на это время по поводу даров. Как же можно буквально привлекать Божье присутствие или как находить Его можно? Давайте вернемся в Деяние первую главу. Она начинается с истории излияния Духа Святого. Во второй главе мы видим, что Дух Святой был излит на учеников и что шумный ветер подул и языки пламени были над каждым. И они начали говорить на разных языках на новых и выглядели как алкоголики, как пьяные и их же в этом обвиняли, что вы еще рано, а вы напились уже. Но они говорили на многих языках, на языках тех людей, которые там находились в то время. И они говорили о благих вещах, о хороших вещах, которые произошли через то, что сделал Иисус. Как же это произошло? Иисус сказал в первой главе Деяний 4 стихе не покидайте Иерусалима доколе? до трех часов пятницы пополудню? До чего не покидать? Он не дал им точного времени. Он сказал им, ждите, пока не получите, пока что-то не произойдет. How long did he wait? Or how long did they wait? Как долго они ждали? Till the chapter 2. Good. Good answer. Очень хороший ответ. A few days. A few? Всего несколько? How many? Fifty. Oh, fifty. Oh, that's cool. Написано, ждите, обещано. Ten days. Ten days. Ten days. Они ждали десять дней. In America, we like things fast. В Америке, не знаю, как у вас, а мы любим, чтобы все было быстренько. We like microwaves. Мы любим микроволновки. We like everything at the push of a button. Мы любим все. Вот нажал кнопку, получил результат. We like our internet to work very fast. Мы любим, когда наш интернет работает очень быстро. And if our phones don't work and we can't contact somebody, we get very upset. И если, не дай бог, наши телефоны не работают, и мы срочно с кем-то связаться не можем, мы страшно расстраиваемся. We almost have to wait for nothing. Мы не хотим ждать вообще. But God has not changed. Но Бог-то не поменялся. If you want the Holy Spirit, если хотите Духа Святого, there is only one way. Есть один единственный путь. It is to wait. Ждать его. Until. Пока. Не придет. Jesus said that the sign that they were to wait for was when the Holy Spirit came with power. Иисус сказал, что ждать до тех пор, пока не произойдет что-то или не произойдет силой, не произойдет действие мощное. This word power is dunamis. И это слово сила греческое означает dunamis. It is a root word for one of our English words. И это коренное слово того слова, которого сейчас мы в английском используем. The word is dynamite. Слово динамит. Maybe same for you. Динамит. Динамит. Okay. Так же и у нас в русском динамит. Это однокоренное слово со словом дайномос той силой, которой говорил Иисус. It means explosive power. Это означает взрывную силу. If somebody says to me, wow, that car is very powerful. Если кто-то мне скажет, что, о, вот эта машина, она такая сильная, мощная. And it's just sitting there. И если они просто сидят в ней. It might be, it might not. Ты не знаешь, может сильная, может не сильная. But then he gets in and he drives away. Но вот когда он садится в машину и уезжает, well, it does look powerful. Тогда можно сказать, о, да, мощно выглядит. But it's a whole other thing to get in the car. Но большая разница стоять снаружи и видеть, как мощная машина уезжает или сидеть в мощной машине и уезжать. And to push on the gas. И нажимать на газ. Jesus said, wait until the Holy Spirit comes upon you with power. Иисус сказал, ждите, пока Дух Святой не придет на вас с силой. This is an experience. Это переживание. Some people say when you ask them, have you received the Holy Spirit? Иногда ты спрашиваешь людей, приняли ли вы Духа Святого? They say, oh yes, I was baptized. И они говорят, ну да, я же был водой крещен. в водичке. Но Иисус сказал, крещение Духом Святым это переживание силы. Аминь. 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 Истина, как мы говорили сегодня ранее, она для всех. Но не все ее получают. They're too busy using their microwaves. Мы иногда так заняты, даже используют наши микроволновки. Заняты. Мы должны научиться ожидать. In the United States, if we call a prayer meeting, many people might not come. Если мы в Штатах объявим, что вот сегодня будет молитвенное служение, многие могут даже не прийти. But if we convinced them to come, но если мы их убедим, подтолкнем прийти, And we said, we're going to wait for the Lord. И если мы будем говорить, их убеждать, так мы будем ожидать от Господа. We're going to stay here until the Holy Spirit moves. Мы не уйдем, пока Дух Святой не начнет двигаться. We might last an hour. Может быть, проведем так час. And some people will leave. И час людей уйдет. Two hours, more people will leave. Два часа и еще большее количество людей уйдет. Так же здесь происходит. Немногие смогут умереть для себя самих и отдадут себя в ожидании Господа. Ирочка, Галочка, хорошо, что вы ожидаете, только тише, можно? И если мы хотим больше Его, мы должны ожидать. Возвращаясь к деяниям второй главе, после того, как Петр проповедовал, люди задавали вопрос, что же нам делать? И 38 стих во второй главе говорит, что Петр ответил им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Поэтому покаяние является первым шагом или частью принятия Духа Святого. И если мы движемся в деяние третью главу, девятнадцатый стих и двадцатый, мы читаем, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена от рады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Деяние 3, девятнадцать-двадцать. Помните, мы, когда описывали определение слова «крещение» и «баптизе», мы говорили, что погружение постоянное, не одноразовый процесс, а постоянный. И я не верю, что это однажды-единожды переживание. И Петр здесь говорит в двадцатом стихе, что времена от рады или времена освежения придут, обновления. И Ефесянам 5 глава 18 стих говорит, что нам надо исполняться Духом. И если вы глубже изучите этот отрывок Ефесянам 5, 18, вы увидите, что надо быть погруженным или исполненным Духом снова, снова и снова, постоянный процесс. И это заповедь или повеление не одиннажды испытать в своей жизни. Но мы должны постоянно ожидать или искать этого погружения в Дух. Но мы должны не забывать, что покаяние ключевой момент, ключевой старт для погружения в Дух. Помните, есть место, где написано, что не... у нас написано не угошайте, а с английского не доставляйте печали Духу Святому своим образом жизни. Не печальте Дух Святой. Он наш источник, Он наша река. Аллилуйя! Поэтому мы однозначно не хотим Его печалить. Кто-то сказал, что это как находиться в супружеских взаимоотношениях. Если бы я что-то сказал или сделал, что бы опечалило мою жену, она могла бы замкнуться, замолчать и уйти. Она не оставит меня, но она ранена. Понимаете разницу? И вы дальше уже не можете продолжать как ни в чем не бывало строить ваши взаимоотношения и иметь близость друг с другом, пока я не исправлю то, что сделал неправильно. Пока я не признаю, что я в чем-то был неправ и пока я не попрошу прощения. Так же самое, когда мы угошаем у нас по-русски написано или приносим печаль Духу Святому, мы как бы разрушаем эту близость между нами. И для того, чтобы восстановить эту близость с Духом Святым, нам необходимо сделать то же самое, признать, что мы неправы и покаяться. Иногда мы пытаемся жить, проживать нашу жизнь, забываем о наших грехах и замечаем, что Дух Святой замолкает все тише и тише. Поэтому покаяние это ключевой момент, ключевой ключ, самый главный ключ к приобретению близости с Духом Святым. И это не однажды переживание, а всякий раз, когда мы оступаемся или грешим, нам надо быть быстрыми на покаяние. Потому что когда мы исповедуем, Он быстро прощать нас. Аминь. И так же в Деянии 10 главе. Корнелий можно назвать был первым из язычников, Который принял крещение Духом Святым. В один день ангел посетил его. И 10 глава Деяния, 4 стих, вторая часть говорит, ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Деяние 10, 4. Бог ожидает, Он хочет, чтобы мы молились. Но Он также ожидает, чтобы мы были даятелями. это привлекает Бога. Это привлекает Это привлекает Такое поведение нашей молитвы и наше даяние. Вот здесь написано слово милостыни, это даяние. Это привлекает Бога. И мы помним, да, что говорит книга Малахии о том, что если мы будем иметь открытые сердца давать, то Он откроет окна небесные и зальет Свои благословения в нашу жизнь. Щедрость, она касается сердца Божьего. Это картина, наша щедрость, она показывает, что у нас есть откровение о том, кто Бог есть. И из-за того, что Он даятель, мы также становимся даятелями. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына. Он отдал самое лучшее. Бог ожидает, и Он хочет, чтобы мы были даятелями. Это привлекает Его внимание, и Его присутствие привлекает, притягивает. Точно так же, как и молитва. Наши даяния. Аминь. И посреди всех людей, которые Бог мог выбрать, Бог выбрал Корнелия. Быть первой семьей нееврейской, которые приняли крещение Духа Святым. Если мы хотим притянуть, привлечь Божье присутствие, если мы хотим постоянно жить в погружении, в крещении и иметь постоянную глубокую близость с Богом и полноту Его Духа, это то, что мы должны с вами делать. Мы должны ожидать Господа, мы должны каяться и мы должны учиться, как быть даятелями. Это все привлекает или притягивает Его присутствие в нашей жизни. И снова хочу повторить, мы не можем быть нетерпеливы с Господом. Я хочу быть такой личностью, которая бежит в эту тайную комнату молитвенную. но бежит внутрь, но выходит медленно из молитвенной комнаты, не спеша. Не входит медленно и выбегает пули оттуда. но когда мы знаем ценность того, чего мы ищем и ожидаем, мы будем желать этого еще больше. Потому что там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Редактор субтитров Корректор А.Егорова